У природы нет плохой погоды. Всем здравствуйте! Меня зовут Федор Васильев. Наступает зимнее время, выпал уже первый снег. А почему бы нам не организовать падающий снег прямо на нашем сайте под управлением CMS Joomla 4? В этом видео рассмотрим сразу два расширения. Бесплатный плагин и модуль. Между собой похожи. Один будет чуть попроще, другой поинтересней. Оба расширения дают возможность падать снегу прямо на вашем сайте для украшения и придания зимней атмосфере на вашем сайте. Давайте посмотрим, что это за плагин и за модуль. Итак, давайте рассмотрим два расширения. Бесплатные, официально бесплатные ссылки на данный модуль и плагин я оставлю в статье на своем сайте fedorvasiliev.com, в соответствующей статье. Если вы это видео смотрите с YouTube, ссылка будет в описании на мою статью под видео. Итак, в панели управления сначала, как обычно, мы можем установить для тех, кто не знает. Здесь вы перейдете в систему. Дальше вы нажмете расширение. В эту область можете с компьютера перенести с архив с расширением, который скачаете с официального сайта. У меня это уже все установлено. Давайте сначала рассмотрим модуль. Я перейду в панели управления. Далее я перейду в модули. После установки он у вас должен показаться наверху, либо нажмите на ID в крайней колонке. И еще раз туда нажимаем, чтобы отсортировать и увидеть вновь установленное расширение. Вот оно так называется. Вот его название. Видим, оно отключено у меня. Заходим. Модуль выполнен на чистом CSS, поэтому он не должен нагружать ваш сайт. Ну и настроек здесь не так и много. Здесь что необходимо сделать? Состояние первое. Включаем. Позицию модуля. Так как это модуль, ему нужно выбрать позицию. Я использую шаблон Casio Pio. Стандартный шаблон. Практически у всех шаблонов есть такая позиция как Debug. Можете здесь отыскать или выбрать любую другую позицию. Он визуально отображаться как модуль именно не должен. То есть должен только падать снег. Здесь по настройкам. Изначально давайте посмотрим. Тут есть два варианта. Сейчас рассмотрим. Оставим как есть. Цвет снежинком. Любой можно назначить. И use that index это включить положение индекса этому модулю. Это если вдруг снег будет за какие-то элементы сайта падать. За ними. То есть не будет в каком-то месте сайта виден снег. Тогда можно попробовать включить в положение да. И тогда снег должен падать поверх всех элементов. Здесь важный момент. Перейти на вкладку привязка к пункту меню. И выбрать на всех страницах. У вас будет по умолчанию не на дной. Обязательно. Потому что вы просто не увидите работу данного модуля. На этом первые настройки у нас закончены. Просто нажимаем сохранить. Идем на сайт. Обновляемся. Сразу видим снег. Ну честно говоря изначально мне это не особо нравится. Снежинки. Потому что не естественно выглядит. Давайте посмотрим. Есть вариант. Там я не знаю смена цвета. Обновимся. Но у них черная рамка некрасиво. Здесь есть вот такой вариант. Если мы его выбираем. Давайте я ставлю белый цвет. То появляется новая опция. Это размер самих снежинок. Стоит 4 пикселя. То есть это уже будет больше похоже на реальный снег. Обновляю сайт. И вы видите маленькие снежинки. То есть у нас есть возможность только лишь сделать их чуть больше. Давайте чтобы было лучше видно. Я сделаю 10 пикселей. Обновлю сайт. Вот вы видите они стали больше. Что в принципе не хватает данному плагину. Да он легкий. Он не должен нагружать сайт. Но многим понравится такое как преследование или следование за мышкой. Есть такие варианты как когда мы двигаем мышь по сайту. И снежинки двигаются в обратном направлении например. Также на мобильных устройствах скорее всего не нужно чтобы снег падал. Здесь такой возможности нет. В этом модуле. Поэтому я подготовил для вас бесплатный другой плагин другого разработчика. Дело в том что кому-то что-то из этих вариантов подойдет. Поэтому я рассматриваю два варианта. Здесь я отключаю сохранить закрыть. Плагин устанавливается аналогичным образом. Он у меня уже установлен. Поэтому я просто перейду в плагины. Также отсортирую. И найду плагин. Вот его название. Зайдем в настройки. Тоже здесь включаем. В отличие от модуля здесь не надо выбирать модульную позицию. Потому что это плагин. Он и так уже будет работать. И как вы видите уже здесь гораздо больше настроек. Первая опция. Дисейбл мобайл. Это значит отключить на мобильных устройствах. Вот если сейчас по умолчанию мы оставим как есть и нажмем сохранить. То есть это очень важная опция. Я считаю что мобилку не стоит перезагружать. Перегружать. На мобилке наверное снег не нужен. Во-первых вот вы видите такой мелкий снежок. И он движется в направлении мышки. Вот я двигаю влево. Снег начинает. То есть это многим понравится. Теперь я просмотрю сайт через имитацию мобильного устройства. Зайду через какой-нибудь Galaxy. И нажму обновить страницу. Вы сами можете видеть снег не падает. Вот это очень важный момент. Эта опция нужна я считаю. И если мы в настройках здесь выключим и сохранимся. Вы можете зайти даже с реального устройства. Посмотреть как это выглядит. Вот смотрите я включил чтобы снег работал и на мобильных устройствах. Если это нужно то здесь тоже это работает. Также есть возможность отключить. Если вы не хотите чтобы снег следовал за мышкой. То вот этот ползунок вы переключаете в положение нет. Я считаю это прикольная тема. Я бы это оставил. Следующий момент. Выбор самих снежинок. Вот у нас сейчас это выбрано. Также назначить цвет этим снежинкам. Которые сейчас мы уже наблюдаем. Давайте попробуем сделать их голубые. И вот дальше. Размер очень маленький. Это получается высота и ширина. Точнее ширина и высота. По 10 пикселей. Сохранить. Обновляем сайт. Смотрим. Снежинки стали голубые. Следующий опция с которой я был бы поосторожней. Вот это значение увеличивает количество снежинок падающих на сайте. Лучше не делать больше. Как бы чтобы не нагрузить сайт. Дальше если мы обратим внимание. Вот это позволяет снежинкам немного задерживаться в нижней границе браузера. Вот мы с вами еще не выше пропустили. У нас есть возможность если переключим выбрать имидж. То есть задать уникальные графические снежинки. Сразу хочу сказать. Вот видим стоит в PNG формате снежинка. Вот здесь как бы вы не нагрузили сайт. Поэтому если вы ищите какие-то свои снежинки. Ищите их в векторном формате. В векторной графике. Это формат SVG. Обязательно. Только это. Это легкие маленькие картинки. Во-первых они будут в идеальном качестве. Никогда у них не будет какого-то размытого. Нехорошего качества. Они будут всегда хороши. В интернете я думаю можно найти массу бесплатных векторных снежинок. Если вас по умолчанию снежинка здесь вот уже задана в PNG не устраивает. Можно выбрать и загрузить сюда вот SVG. А кстати здесь даже есть вариации. То есть создается папка. Я этого не знал сам. И добавляются смотрите разные вариации. Но они все в PNG. Но я думаю они маленького размера. То есть можно даже выбрать другие вариации. И давайте нажмем сохранить. Обновимся. Вот видим они падают. И вот здесь будет видно как они залипают в нижние границы. Ненадолго. А потом как будто тают. То есть это выглядит достаточно интересно. Как раз вот эта позиция настроек выключает прилипание в нижние границы снежинок. Но если оставляем то есть возможность как и падающих так и прилипающих влиять на их количество. Тоже не рекомендую сильно много прибавлять здесь. Вот есть 48. Ну так бы я и оставил. И вот этот размер я считаю немножко неправильно сделано. Я не увидел увеличения толщины снежинок, когда у нас выбран вот этот вариант. Надо было тогда спрятать. Или бы эта опция сейчас здесь не работает. Вот если у нас имидж выбрана, тогда вот эти две опции они работают. Я сделал. Было по 20 пикселей, сделал по 10. И видно, что они действительно стали меньше. Давайте вот я обновлюсь. Вот видно, что они стали прям меньше. Давайте сделаем явное. Например, по 50. Это уже будут такие прям. Должны быть гигантские снежинки. Да, вы это видите. Они просто огромного размера. И видно, как они снизу залипают. Причем залипают они, когда сайт, первый экран находится в самом верху. Видно, что они на секунду задерживаются, а потом как будто бы тают. Если я прокручу сайт дальше, то залипания я не вижу. В нижней границе. Они сразу уходят. Вот такой у нас, на мой взгляд, наверное, это самый интересный вариант. Лучше, чем тот, который первый модуль. Потому что для меня здесь самое важное, что это можно скрыть на мобильных устройствах. Надеюсь, для вас видео было интересно и полезно. И увидимся с вами в следующих видео. Пока-пока, друзья. Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok